Моё будущее, будущее моей матери, где я живу, а я тут и собираюсь жить, я написал письмо Путину, и вот сегодня его отослал, вот заказное письмо, в этом письме я приложил заявление с фотографиями, вот я так считаю, это моя политическая позиция, я считаю, позорным сегодня быть в Донбассе гражданином Украины. Я гражданин буду России! Молодец! Дорогие русские люди, я гражданин Российской Федерации, вот мой паспорт, Российская Федерация, на нём написано. Я гражданин Российской Федерации, коренной житель Донбасса. Я первый получил паспорт и гражданство Российской Федерации из города Красный Луч, Луганской области. Луганская сейчас Народная Республика. И мне один год и два месяца Путин и его власть, его правительство не платят пенсию, мою законную шахтерскую пенсию по законному выплатному пенсионному делу по подземному стажу. Я заработал стаж в угольных шахтах Донбасса. Я в шоке от того, что мне один год и два месяца никто не платит пенсию. Ни Россия, ни Украина, ни Луганская Народная Республика. Да и как бы платила мне Луганская Народная Республика, если она не признанная? Если в ней гражданский кодекс не принят? Если в ней нельзя иметь два паспорта, нельзя ни ЛНРовский, ни Украинский иметь в придачу к российскому паспорту? К моему. Нельзя. И прописаться здесь так же нельзя в родительской, в моей Донбасской хрущевочке. Нельзя ничего сделать. Нельзя газ провести. Вот я топлю печь, готовлю на печи. И что же? Мне еще вдобавок опломбировали воду. Я вам сейчас покажу. Вот как раз. Вот, посмотрите. Вот пломбочка зеленая. Вот поставили. Вот так опломбировали здесь воду. И еще вам покажу, что опломбировали не только здесь. А опломбировали мне и в ванной комнате. И в ванной комнате вот стоит зелененькая фишечка. Опломбированная вода. Вот посмотрите, люди добрые. Можно ли так жить? Все ржавеет. Все приходит в упадок. Воду приходится таскать издалека. Грязную. С разных источников. С ручьев. Так же жить нельзя, люди добрые. Вот видели, дорогие мои. Вот так я выживаю. Выживаю как могу.